Сегодня любители сладкого отмечают Всемирный День Шоколада. Этот праздник придумали французы почти 20 лет назад, в 1995 году. Идея пришлась по душе сладкоежкам и за пределами Франции. Испанцы привезли шоколад в Европу, французы удостоили его собственного праздника, а россияне поставили ему памятник. Как готовится всеми любимое лакомство и за что его почитают в мире в сюжете Елены Хромовой. Все эти работы делал рук мастера с красивой и ароматной профессией шоколатье. Шоколадные фигурки удивляют и заставляют восхищенно ахать. Их автор – Александр Горяева. Для нас она стала проводником в мир шоколада. Для начала мы протемперируем шоколад, доведем его до рабочего состояния, до состояния, в котором он будет иметь свой блеск, иметь свои функции, которые он должен выполнять. То есть он легко должен отделяться от форм. На рабочем месте все самое необходимое. Мастера ничто не должно отвлекать от творческого процесса. В работе учитываются все нюансы. Последовательность смешивания ингредиентов, необходима температура для каждого этапа, время застывания конфет. От этого зависит внешний вид шоколада, его вкус и срок хранения. Должна получиться однородная масса, а по продолжительности, естественно, когда калеты растают и смешаются с горячим шоколадом. Для каждого вида шоколада своя температура. Для темного шоколада рабочая температура идеальная. 30,5-31. Ну вот, 31,8, это еще много. Это мы залили в формочку для конфеток. Вот таким образом. Она готова. Теперь ставим ее в холодильник. Шоколад покорил сердца миллионов людей. Его называют сладким наркотиком. Но он вовсе не опасен, наоборот, полезен. Шоколад снижает вероятность появления раковых заболеваний, укрепляет иммунитет. Жанна Иноземцева никогда не проходит мимо шоколада. Это ее слабость. Она любит его есть, готовить и привозить из разных уголков мира. Я вообще сама очень большая сладкоежка. Шоколад – это моя любовь, я без нее жизни не представляю. Мне очень нравятся вот такие вот забавные вещи, которые можно делать из шоколада. Вот фигурки там животных, например, какие-то вот наборы. Вот одна из последних, это я привезла идею из Италии. Это делают альянсы. Это айфоны и айпады. Там нанесен рисунок какао-маслом, и мы имеем практически такой шоколадный гаджет. Шоколад приятно употреблять не только в твердом виде. По-настоящему ароматный напиток – горячий шоколад – приготовит бариста. Первыми горячий шоколад готовили американские индейцы. Напиток запрещалось употреблять женщинам и детям, ведь в нем содержался алкоголь. Отсюда его название – горькая вода. Со временем у горькой воды появились другие вкусовые качества. Этот продукт приятен не только на вкус. При его приготовлении есть где разгуляться и фантазия. Шоколад – бодрящий напиток. Это как бы общеизвестно. Шоколад поднимает настроение. Горячий шоколад можно сделать белым, молочным, темным. Можно сделать с разными добавками. Это воздушный рис, перец чили, различные орехи. Можно добавить практически все, что угодно. Шоколад никогда не выйдет из моды. Это слабость многих людей. Правда, купить такой эксклюзив решается не каждый. А если и покупают, то чаще для того, чтобы любоваться им, а не есть. Все нужно съесть. Мне очень жалко, когда приходит человек и говорит, что купил, и оно у меня стоит. Вы покупаете не для того, чтобы стояло. Покупаете для того, чтобы получить удовольствие. А удовольствие здесь в первую очередь от вкуса. Мировое употребление шоколада превышает 4 миллиона тонн ежегодно. Это доказывает существование шоколадного культа. А вот употребляют его везде по-разному. В Швейцарии любят шоколад с козьим сыром. Во Франции – с апельсинами. В Японии шоколад едят с васаби, в Бельгии – с базиликом и помидорами, в Чехии – с пивом. Но больше всего отличились брюссельцы. Они любят есть шоколад с рыбой. Пристрастия России не столь экзотичны. Здесь любят шоколад с орехами и сухофруктами. День шоколада отмечают разными способами. В Германии и Испании устраивают ярмарки, фестивали и экскурсии. В Швейцарии можно прокатиться на шоколадном поезде. Кто-то занимается шоколадным боди-артом, кто-то принимает шоколадные ванны. Но большинство людей отмечают его традиционным способом. Они едят шоколад. Что мы вам и посоветуем. Главное – знать миру. Елена Хромова, Александр Позняков, Елена Авдеева. Область новостей.